В столице республики проходит второй кинофестиваль АЗАМ. В этом году он привлек больше участников из разных республик и стал межрегиональным. О том, какие новинки национального кинематографа увидят зрители, смотрите в нашем сюжете. На часах без 10 и 9 на перроне ансамбль в чувашских костюмах и вот поезд, который везет особенно гостей. Те, кто близок к кинематографу и те, для кого расстояние не помеха, творческие деятели из Якутии, Башкирии, Датарстана, Мариэл, Молдовы и Киргизии готовы поделиться своим видением мира кино. На пространстве бывшего Советского Союза Киргизия – вторая страна, где кино является уникальным явлением. Так четко объяснить это никто не может. Но, наверное, у страны, у народа появилось такое требование, чтобы было свое кино и показывать все свое, свои обычаи, традиции, свою жизнь. Народ, наверное, скушался. Действительно очень рады, что приехали на чувашскую землю за такую грандиозную встречу. Не ожидали для нас это был такой неожиданный, восторженный сюрприз. В конкурсной программе представлено 27 фильмов разных жанров – художественные, анимационные, документальные и короткометражные. 17 из них получат награды. Вне конкурса зритель увидит еще 22 ленты. Они посвящены Году Человека Труда. Кино через режиссеров, через сценаристов, через продюсеров, по сути, формирует нас, будущее поколение, формирует гражданское общество. Такие вот фестивали, они позволяют выявлять в обществе, что у нас не так хорошо, на что нужно обращать внимание. Но и выявляет лучшее качество и традиции, которые нужно приумножать, продолжать. И в этом плане фестиваль, еще раз говорю, трудно переоценить. Фильмы российских и зарубежных режиссеров покажут в залах Национальной библиотеки и Госархива электронной и кинодокументации до 29 октября. Гостей и зрителей в фестивале ждут мастер-классы и творческие встречи. Полную программу мероприятий можно найти на сайте Минкультуры Чувашии. Татьяна Леонтьева, Алена Латухова, Расиль Мухаммедов, Республика.